МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Писательница Людмилы Федоровой о том, как жили дети в оккупированных деревнях Смоленщины. К юбилею Анны Ахматовой несколько слов о великой поэтессе России в свежем номере газеты Десна. В рубрике «Мы, патриоты» свежего номера газеты Десна вы узнаете, почему слет Отечества так полюбился нашим подросткам и детишкам из соседних районов Смоленщины. Закончился срок полномочий Михаила Александровича Хоботова на посту главы администрации муниципального образования город Десногорск. Итоговый материал о его деятельности на этом посту за 12 лет читайте в свежем номере газеты Десна. В рубрике «Назначение свежего номера газеты Десна» вы сможете познакомиться с новым начальником ГИБДТ, отделом внутренних дел по городу Десногорску, Федором Дмитриевичем Верютиным. Российский Крым получил русские книги, собранные жителями Смоленщины. Подробности читайте в свежем номере газеты Десна. В свежем номере газеты Десна вы узнаете, как в городе прошел День памяти и скорби, а также о том, какие мероприятия пройдут в Десногорске в День молодежи России. Глава администрации муниципального образования в городе Десногорск Михаил Хоботов провел пресс-конференцию для журналистов городских СМИ, темой которой стал его уход с должности. В ходе пресс-конференции глава поделился планами на будущее, выразил надежду на то, что новый глава продолжит работать во благо города. Его развитие и процветание подробностей вы найдете на страницах свежего выпуска газеты «Авоська». День памяти и скорби в Десногорске отметили возложением цветов и венков на кургане славы. Представители трудовых коллективов, молодежных и общественных организаций отдали дань уважения памяти павшим героям, погибших в годы Великой Отечественной войны. Подробно на страницах свежего выпуска газеты «Авоська». Беда на Украине касается всех и каждого. О людях, которые активно помогают беженцам, собирая вещи и предметы первой необходимости, читайте на страницах газеты «Авоська». 26 июня 1954 года в Обнинске первая в мире АЭС дала электрический ток. Ее пуск стал уникальным технологическим достижением, открывшим эпоху мирного атома на всей планете. В этом году атомная энергетика празднует свое 60-летие. С этим знаменательным событием атомщиков в свежем номере газеты «Смоленский атом» поздравляют первые лица атомной отрасли, руководство области и атомной станции. 20 июня «Смоленская АЭС» принимала участников форума поставщиков «Атомекс.Регион-2014». Его инициатором выступил «Росатом», заинтересованный в развитии конкурентной среды на рынке товаров и услуг для отрасли, обеспечении открытости и прозрачности закупочной деятельности, повышении качества закупаемого оборудования. Подробности вы можете узнать в свежем номере газеты «Смоленский атом». 22 июня в Десногорске завершился межрегиональный военно-патриотический слет Отечества, проходивший на берегу водохранилища «Смоленская АЭС». Подробности читайте в свежем номере газеты «Смоленский атом». Уважаемые телезрители, читайте свежую прессу и будьте в курсе событий нашего города. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова